Здравствуйте! В эфире программа «Город 112». О том, что случилось в Краснодаре и районах края за минувшие дни, расскажу я, Игорь Зайцев, и сейчас факты, комментарии, расследования и наиболее резонансное происшествие. Коротко о главном сегодня. Девять расчетов тушили пожар в Краснодаре на трудовой славы. По предварительным данным, пострадавших нет. Полкилограмма героина изъяли у мужчин. Им грозит до 20 лет тюрьмы. В Сочи фура с прицепом сорвалась в обрыв. Ее пришлось доставать с помощью крана. В Краснодаре спасатели МЧС тушили пожар в пятиэтажном доме по улице трудовой славы. Сообщение о ЧП на пульт дежурного поступило днем в половине первого. На четвертом этаже уже вовсю полыхал балкон квартиры. На место происшествия были направлены 20 специалистов и 9 единиц техники. Пострадавших нет. Минувшей ночью в Краснодаре произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей. Видео с места происшествия сняли и выложили в интернет очевидцы. По их словам, Volkswagen Golf ехал на большой скорости по Красной. Это уже подтвердили дорожные полицейские. В ряд, по которому он передвигался, перестроился Volkswagen Polo. Водитель последнего авто не удостоверился в безопасности маневра. Произошло столкновение. От удара Golf отбросило на ладу, которая ехала в попутном направлении по соседней полосе. Как прокомментировали в соцсетях очевидцы, в иномарке сработали подушки безопасности. Сильно поврежден перед. А Polo отлетел на тротуар и перевернулся. К счастью, обошлось без пострадавших. Добавлю, на Кубани за 9 месяцев текущего года из-за превышения скорости на дорогах произошло 338 аварий. В них погибли 74 человека и 431 получил травмы. Сочинские полицейские выясняют подробности ДТП с участием двух автобусов, в котором пострадали 7 человек. Авария случилась днем на улице Воскресенской. По предварительным данным, водитель Hyundai не уступил дорогу Лиазу. В первом автобусе были люди, семеро пострадали. Их отправили на обследование в медучреждение. Второй ехал без пассажиров. Обстоятельства происшествия уточняют эксперты. В Сочи фура с прицепом сорвалась в обрыв. Ее пришлось доставать с помощью крана. Авария произошла на серпантине между поселками Дагомыс и Лоо. Видео с места событий опубликовали очевидцы в соцсетях. Они предполагают, что водитель не справился с управлением. В результате больший груз не вписался в поворот. Из-за этого на трассе образовалась пробка из машин в сторону Лоо и Сочи. Про водителя, перевернувшийся в Тимошевском районе иномарки, можно сказать, не иначе, как родился в рубашке. Он чудом выжил в ДТП, которое сам же и устроил. Это произошло рано утром, недалеко от хутора Ленинский. Как выяснили правоохранители, 40-летний водитель не справился с управлением. Машина улетела в кювет и опрокинулась. Мужчина получил травмы, его отправили в больницу. За рулем он всего три года. Не исключено, что это могло стать причиной аварии. Ну а сейчас еще несколько дорожных конфликтов в Краснодаре. Все они сняты на перекрестках города камерами единой диспетчерской дежурной службы. А произошли из-за банальной невнимательности и спешки. На улице Красной, возле кинотеатра «Аврора», водитель синего седана не выдерживает дистанцию и влетает в стоящую впереди иномарку. Та по инерции задевает следующий автомобиль. На перекрестке «Колхозный» и «40 лет победы» похожую ошибку совершает водитель машины серебристого цвета. Обходится без жертв, но с неприятными эмоциями. А на красных «Партизан» зазевавшийся хэтчбэк врезается в большой груз. Видимо, водитель задумался о чем-то очень приятном и не узрел такое препятствие на своем пути. На Красной и Гаврилова в дорожных баталиях участвуют две иномарки. Шофер серебристого автомобиля торопится на повороте и не пропускает своего коллегу. Продолжим дорожную тему. За прошедшие сутки в Край зарегистрировали 26 аварий. В результате ДТП один человек погиб, пострадавших 31. В большинстве случаев виноваты водители, которые не соблюдают правила очередности проезда. Этот фактор стал причиной 11 ДТП. Нарушили правила и пешеходы. Таких случаев за прошедшие 24 часа дорожные полицейские зафиксировали 194. Кроме того, они составили 45 административных материалов за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 30-летнюю жительницу села Соколовское Гулькевичского района подозревают в убийстве экс-супруга. Трагедией закончились ночные посиделки по случаю дня рождения злоумышленницы. По версии следователей Краевого следкома, события разворачивались так. Когда гости начали расходиться, бывшие гражданские супруги уединились в летней кухне. Что-то не поделили. В порыве гнева женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла смертельный удар в грудь оппоненту. Именинницу задержали. Сейчас она дает показания стражам порядка. Расследование уголовного дела продолжается. Добычей кубанских полицейских стали полкилограмма героина. Крупную партию наркотиков они изъяли у мужчин, которые планировали распространять порошок в Армавире. Машину, в которой жители соседней республики перевозили пакет с запрещенным веществом, остановили на трассе. Еще несколько пакетов правоохранители нашли у них дома. Экспертиза установила, что изъятая героин общей массой более 500 граммов. По этому факту следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Одному из них 21 год, второму 33. Менеджер Сбербанка по фамилии Белик отправится в колонию. Женщина похитила со счетов клиентов более 9 миллионов рублей. Это выяснили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Они провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых раскрыли схему мошенничества. Их подозрения подтвердили следователи полиции. Служители Фемиды уже вынесли приговор по этому делу. Крымский районный суд решил отправить нечистую на руку сотрудницу банка в места, не столь отдаленные на 5 лет. Это все, о чем мы успели рассказать к этому часу через несколько минут в нашем эфире. Смотрите информационный выпуск программы «Город сегодня». Я передаю слово коллегам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!